Здарова, друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем играть с ним в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Проходить башню холодной войны, да. Точнее, не башню холодной войны, а как его? Башню Линькуэй. Давайте мы загрузим предустановочку башни Линькуэй. Поехали. Мне кажется, что мне одному так не везёт с выпадением снаряжения, потому что многие уже люди выбивают и редкие, и эпические карты. Ну или хотя бы им там, знаете, по пять, по шесть зелёнок падает вот за время проведения башни. А мне выпала всего одна гарант, которая была, и вторая, которая чисто на промежутке выпала в первые же 15 боёв. А потом ничего не стало падать вообще. Просто голяк именно по башенному снаряжению. Минус один. Минус два. Ну и идём дальше. Будем так потихоньку двигаться. Сегодня дойдём до босса, скорее всего. Посмотрим, что за босс будет. Ну и за босса хотя бы гарант зелёное снаряжение должен выдать. Хоть что-то, знаете. Мне вообще кажется, что мне вообще не везёт в последнее время. То есть мне эпики не падают за промежутки. Мне не падают редкие карты. Даже если я прохожу башню там по семь-восемь раз. У меня просто редкие карты. Вот, допустим, на предыдущей башне, чтобы вы понимали. У меня редкие карт. Меньше, чем эпиков. А эпиков у меня штук семь или восемь, чё-то в этом духе. Может быть девять максимум. Ну то есть сколько раз я прошёл башню, столько у меня, грубо говоря, эпиков. Это, конечно, да. То есть только гаранты в основном падают. А синие снаряги у меня вообще меньше даже, чем эпические. Ну где бы это видало, чтобы так было. Первая победа есть. А у нас сегодня босс-то будет на каком бою? На через десять боев или через пять? Я чё-то особо не обратил внимания. Надо поглядеть. А то я забыл, на каком бою я закончил в прошлой серии. Наверное, в шестидесятом. То есть, получается, мне надо сейчас до семидесятого. Да-да-да, так и есть. Надо пройти до семидесятого. Чтобы появились боссы. Так, где тут эта моя... земляничка? Так, уменьшенный урон, окей. Середина февраля. Ник ест землянику. Понимаю. Ну, я её просто это... Замороженные были ягоды. Я сейчас с чайком пока прохожу башенку. Спокойно, ещё не парюсь. Потихоньку прохожу. И наворачиваю замороженную земляничку. Ну, которая уже разморозилась. Её разморозил с чайком. Вообще кайфово. Это хорошо. Непрофессионально, может быть, но мне нравится. Так, поехали дальше. Это у нас 2-3 Баргайджеки. Интересно, вот они каких-нибудь там, знаете, сложные бои на 197-м или каком там бою была. Очень такая жопораздирающая команда. Они её заменили или оставили такой же? Надо будет посмотреть в будущее. Когда дойдём до туда. А прикиньте, разработчики решили потроллить игроков и сделали ещё что-то более жёсткое и сложное. На последних боях. Было бы смешно. Не успел. Против Смоука немножко. Опять же, эти бои, но они абсолютно никак не влияют на... Как это бы назвать-то? Ну, то есть, эти бои, они настолько простые, что проиграть в них почти невозможно. Тем более, у противников пока нету даже снаряжения. А сами они имеют там по 20-30 тысяч здоровья. От силы причём. А нет, уже, смотрите, уже 30-40 идёт. О, они становятся сильнее. Ну да, Чимча. Ну, хотя бы более-менее интересные бы ещё стали. Хотя бы одно комбо ещё кое-кто может там прожить. И то не факт, конечно. Очень маловероятно, но... По крайней мере, к этому близится. Уже я чувствую, что... Противники хотя бы меня пару раз ударить могут. Так, поехали дальше. Или вот, смотрите, пережил атаку. Ещё сейчас первый спецприём по мне запустит. Видите? Вот это я понимаю, сила. Правда, сейчас он всё равно отлетит. Его даже джейт, мне кажется, убьёт этого тремора. Мало чего ему поможет. Да, изи-бризи. Да, 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 я понял. Поехали дальше. Погнали на следующий бой. Да, тысяча монет. Всегда приятно. Двигаем далее. 4,59 ляма. Надо потихоньку восстанавливать свой золотой запас. В прямом смысле слова, золотой запас. Обновляем башню. И в конце вот этих пяти... В конце пятого боя попыток. В конце... На пятую попытку, короче, у нас будет босс. Посмотрим, что за босс. И там гарант зелёная снаряга будет. Что мне нравится. Я надеюсь, по крайней мере, что будет гарант зелёная снаряга. Если она чередуется между персонаж зелёной снаряга, персонаж зелёная снаряга. Ну, за боссов, соответственно. И можно мне, пожалуйста, хоть какое-нибудь снаряжение. Желательно синее. Или эпическое, если я уж совсем оборзею. А я был бы не против оборзеть. Так, минус кончи. Как он это сделал? Вы видели, он перебил мою атаку просто во время моей атаки. Когда я уже его бил. Это как это он такое чудо сотворил. Читеры? Чё я могу сказать? Читеры? Боты-читеры. Так, посмотрим, чё падает. Ну, конечно, конечно. Самые полезные, самые нужные золотые монеты. Один из тех ресурсов, которые в игре просто вообще уже девать некуда. Ну, я молчу, конечно, про осколки Шаокана какие-нибудь там. И монеты рептилии. Ну, да ладно. Ну, давай-давай, грузи. Грузи, 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 но главное не тормози. Грузи, 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 но главное не тормози. Давайте, я хочу крови Деворы. Хотя не, она невкусная, наверное. Почему я это сказал вкусная? Она некрасивая, скажем вот так. Вкусная. Какая разница, вкусная она или нет? Поехали. Давайте получим свою наградку. Дайте карту снаряги. Ну, не этой снаряги, и не эту синюю карту. Я имел в виду снаряжение башни Линь Куэй. За что, игра? Не тролль меня, пожалуйста. Я попросил снаряжение синее. Он не дал снаряжение синее. Но обычное синее снаряжение, которое мне нахрен не надо. Оно у меня уже давным-давно десятого слияния. Ты издеваешься надо мной, да, игра? Так, давай я уточню тебе. Я тебе подсказываю. Мне нужно синее снаряжение, как минимум синее, для башни Линь Куэй. Вот. Теперь ты поняла, думаю, да? Синее снаряжение для башни Линь Куэй. Запомнила игра? Всё, жду от тебя. Синее снаряжение из башни. Я делаю ударение на это слово. Линь Куэй. Понял? Всё. Я думаю, мы поняли друг друга. Игра. Ой, дублёр гадский. Ну, кстати, на нём морозилка сработала. Что стоит отметить. И он даже не стал блокировать мой первый спецприём. Окей, победа. Поехали далее. Ну, нажимайся. Я же нажал, господи. Чё так долго-то реагируешь? Такс, получаем две тысячи монет. Нормально пойдёт. Более-менее... Нет, не пойдёт! Где моё снаряжение? Такс. У нас следующий с вами бой. Уничтожение Соня Блэйд. Креман Саб-Зиро. Мастер Шаолиня. Ну, хотя бы на сороковой... Ой, на семидесятый бой я получу снаряжение. Хоть и зелёное, конечно. Ну, хотя бы снаряжение башни Линькой. Это хоть что-то, да? Но могло быть и лучше. Впадение в ярость. Да, господи, чё это с тобой не так, Скорпион? Что ударил два раза и успокоился, главное. Давай адекватно. Итак, у нас, собственно, сейчас босс с тобой. И нам надо этого чубрика завалить. Понял, Скорпион? Ну, конечно, монеты. Господи, каждая битва. Монеты, монеты, монеты. Где моя снаряга? Уже всем попадало синее и зелёное снаряжение. Почему мне ничего не падает? Дайте мне снаряжение. Пожалуйста, игра. Сектор. Босс-сектор. Давайте посмотрим, что у него за снаряжение. У него явно уже статов побольше, чем у Сайрокса. Броня четвёртого и меч Кори первого. Ну, снаряжение у него даже хуже, чем у Сайрокса, будем честными. Иммунитет длительному урону и по времени. А, у него ещё иммунитет длительному урону. А, ну это босс, потому что понятно. В принципе, да, окей. Мне кажется, он даже слабее получается, чем Сайрокс. Потому что у Сайрокса было два, по-моему, эпических предмета. И они были более высоких слияний. То есть, естественно, у него было больше статов. Здесь у противника больше статов показано. Но при этом снаряжение у него более отстойное. То есть, оно даст ему меньше дополнительных статов, чем дало Сайроксу. И, соответственно, мы его должны вынести даже быстрее, чем Сайрокса. Ну, посмотрим, как пойдёт на самом деле. А мне даже кажется, что этот босс слабее предыдущего. А, у него ещё и ледяной щит есть. Это, видимо, от снаряги какой-то щит даётся. Хотя, фиг его знает. Там же вроде бы щит даётся только на 10 уровне слияния. Разве нет? Давайте мы постараемся. Ему не получилось. Бывает. Пытаемся ещё раз. Ну и всё. И добиваем нафиг. Как бы изи-бризи. Я даже его особо не почувствовал. Бедный сектор. Ну, а по-моему, он всё-таки был пожирнее Сайрокса. Да. Не знаю, с чем. Чисто из-за щита, может быть. Ну да, необычная ледяная бомба. Это всё понятно. Опять же, выпадает ещё самая отсосная снаряга. Вот реально. Почему? За что игра? Почему ты меня так не любишь? Можно мне, я не знаю, мумию? Или хотя бы, я не знаю, наручи, может быть, а? Нет, нельзя. Вот наручи вообще ни разу не падали. Упала один раз мумия. И два раза вот эта ледяная хрень бесполезная. Которая мне нахрен не встралась. Ну, ладно, я буду рад скачать любую снарягу на десятое слияние из башни. Наверняка оно и на десятом слиянии будет хоть сколько-то полезно в некоторых определённых редких бесполезных ситуациях. Но, тем не менее, будет хоть что-то с башней линькой высокого слияния. Так, это у нас, собственно, шаолинский монах Кудзинь. И это... Давай мы от тебя избавимся. Ну, Рейден, конечно, выходит, сразу же проводит комбинацию. Это, конечно, неприятно, что, типа, он при входе дамажит противника и при этом ещё и наносит первый удар, который ты, по сути, не можешь заблокировать из-за того, что у тебя молния ударяет, понимаете? То есть, тупо при смене он тебя атакует. Точно так же с Мелиной Кичной это происходит, да? И с прочими персонажами, от которых ты просто не можешь уворачиваться при смене на них. Того же Тремора взять, да? Неприятная, конечно, эта фишка таких перцев, особенно, когда они против тебя играют, особенно в выживании, но давайте я восстановлю энергию и мы продолжим. Поехали, чё? Против нас Сабзеро, Скорбная Китана, Ермачевский и так далее и тому подобное. Ах, прекрасный чаёк. Согревает мою неудачу в этой башне. Ну, будем пытаться чё-нибудь выбить, чё я могу сказать. Ну, как пытаться? Можем просто надеяться на то, что нам чё-то выпадет, по сути, со своей. Как сильно мы бы не пытались, выбить снарягу у нас не получится. Ну, посмотрим. Минус раз. Здесь у них повышенное накопление силы, что уже видно. Главное, чтобы сейчас Саб не использовал бесконечно первый спецприём, поэтому я сразу от него, пожалуй, избавлюсь. Затем Ермачевского добью и будет нормаль. Да-да-да-да-да, я понял. Поехали далее. Хм, дайте снарягу, пожалуйста. Снарягу, 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 снарягу. Да, спасибо, ну хоть что-то. Благодарю вас. Наручи это определённо мне пригодится. О, ну, видимо, башня решила меня всё-таки посушить и дала мне хоть что-то. Конечно, это не синее снаряжение, но зелёное и наручи, это очень даже неплохо. Мумию и наручи я бы собрал. Бомба мне не так сильно нужна, а вот мумия и наручи, да. Особенно наручи, потому что это всё-таки снаряжение для бруталити Саб-Зиро, и на десятом слиянии оно будет иметь дополнительный эффект на Саб-Зиро. То есть оно будет морозить при блокировании, вроде бы, если не ошибаюсь, или нет, или другое оружие морозит. Бомба, может, какая-нибудь... Мне бы хотя бы на время этой башни выбить хоть один эпик. Было бы неплохо. Или желательно тот эпик, которого у меня нету. Допустим, тот же ледяной шар, который у меня отсутствует. Остальные, по-моему, два эпика у меня имеются. Или их три? Так, минус эрон. Ой, чё-то я протупил здесь. Ничего страшного, сейчас исправимся. Так, добиваем Джейсона. О, Коттель даже не заблокировал урон, поэтому мы его добиваем. Так, я оборзел, конечно, но снаряга, 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 снаряга. Давайте ещё раз. Я думаю, за все мои предыдущие страдания без снаряжения, сейчас оно должно мне нападать. Давай сюда, сюда, снаряжение башни ленькой, снаряжение... Ну да. Монеты. Монеты, опять, ну ладно. Ну хотя бы две зелёные карточки уже выпало в промежуточных боях, хоть что-то, на самом деле. Я уверен, есть люди, которым вообще ничего не выпало к этому времени, помимо меня. Хотя таких, наверное, немного. Но вот люди, которых я знаю, с такой же примерной прокачанной коллекцией, как у меня, им сыпятся уже синие карты, эпики сыпятся. Они вообще не парятся на этот счёт. Причём, ладно, если бы люди, которых я знаю, им не сыпались эпики и редкие карты. Типа, я один был бы не лох в этом плане, но, тем не менее, я и, наверное, ещё пара человек сегодня выбили эпики и редкие карты за протяжение этой башни. Ну, за бои, которые имеются. Ну, в принципе, нас ждёт гарант синяя карта, так что я надеюсь, что мне выпадет топорик, либо ещё что-нибудь прикольное. Ой, зря я, конечно, использовал здесь первый спецприём, надо было убить ещё раз Джейсона обычными ударами, а потом только спецприёмом. Да господи, Иисусе. Я чё-то дропаю сегодня комбо. Ну, не, ну и не дропаю, у меня просто почему-то оно не делается. Такое бывает иногда из-за записи. Видимо, наложение видео поверх экрана, из-за этого сенсор не так чувствителен бывает к нажатиям. Либо я полухо жму одно из двух. Так, ну это хотя бы хоть что-то. Это хоть что-то. Больше атаки Ермаку, правда, не знаю, зачем она мне. Я Ермаками особо не играю, но, типа, пусть будет. Может быть, как-нибудь будет сезон на Ермака, в Войн Фракции, и типа там... Да не пибикай ты! Чё на улице пибикают посреди ночи? Сейчас уже 9.30 примерно вечера. Ну, а у нас, собственно, последний бой вроде бы остался, да, если я не ошибаюсь? Последняя попытка выбить хоть какое-то снаряжение из башни. Может быть, синенькая карточка дропнется? Пожалуйста. Ну, скорее всего, не дропнется, но я, типа, надеюсь всё ещё. Так, завалим сейчас этих чуваков и будем заканчивать тогда потихоньку. Ну, хотя бы зелёная снаряга выпала, уже, как бы, неплохо. Две синие снаряги, причём. Бомба и наручи. Так, минус один. Давайте мы сразу добьём фокус со шляпой. Ага, не добьём, он блок успел поставить. Ещё и первый спецприём на мне использовал. Вот говнюк. Ну, это не страшно. Урона всё равно от него никакого практически нет. Благодаря нашему снаряжению башни. Ну и смотрим, что нам выпадает последним предметом. Ну, конечно, золото, но я даже не сомневался. На самом деле, я хотел, чтобы не выпала синяя карточка, но она не выпала, понимаете, да? Это был, вроде бы, последний бой, да, если я не ошибаюсь, на сегодня. Сейчас проверим. Да, это был последний бой, так что на этом я пока буду заканчивать. А вам тогда огромное спасибо за просмотр. Удачи, до скорых встреч, и мы ещё увидимся. С вами был Ник, пока-пока.